Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю дегустацию томатов 2022 года. Сейчас я буду дегустировать прекрасный розово-плодный сердцевидный сорт Яша Югославский. Это не новинка этого года, он мне уже знаком. Ну а для тех, кто ни разу не выращивал, я сейчас немножко о характеристиках расскажу. Номер 372 у меня в каталоге Яша Югославский. Конечно, он коллекционный, индотерминатный, среднеспелый, сердцевидный, малиново-розовый. Вес указан от 300 до 600. Почти все плоды крупные. Я сейчас взвешивала. Сейчас взвесим еще один. 411 граммов. Как и все сердцевидные томаты, форма сердца может быть разная. Или вот с такими широким основанием. Или вот такой, более изысканный. Это вот с одного куста. Это все Яша Югославский. Конечно, очень красивый. Конечно, урожайный. Безотказный и на улице, и в теплице. Но самое главное, это его потрясающий вкус. Сейчас я его нарежу, покажу вам разрезы. От одного только, от одной демонстрации разреза, на разрезе томата хочется его попробовать. На разрезе видно, что томат весь, полностью набит вот этим томатным мясом. Нет ни пустот, нет никаких-то включений, вот каких-то белых стерженьков. Смотрите, как плотно. И семенные камеры, вот они по краям, не очень заметны. Так что, этот томат, где больше мяса, а меньше семян. И сейчас, вот еще покажу. Мякоть плотная, сочная, очень вкусная, гармоничная такая. На разрезе, конечно, такие томаты, они все сахаристые, с арбузной, крупенчатой такой мякотью. Сейчас попробую еще раз этот томат. Ммм, нежность, нежный такой, сладковатый вкус. И, ну, я даже не знаю, как сказать, есть она кислинка или нет. Все равно, какой-то послевкусие есть, я не могу сказать, что он чисто сладкий. Нет, именно вот томатный вкус традиционный, но с большим содержанием сладости. Кислинка такая, очень приятная, и она гармонично дополняет. Идеальный сорт, конечно, все его знают. Это классика томатного мира, Яша Югославский. Многие его любят, полюбила и я. Семена этого томата, Яша Югославский, под номером 372 в моем каталоге, есть в наличии. Можно купить уже сейчас, летом. Теперь говорю эту информацию в каждом видеоролике, для того, чтобы потом не отвечать на вопросы. Потому что какой видеоролик не выпустишь, сразу начинается на почту письма, а когда можно купить семена, есть ли в наличии. Вот я сейчас сразу говорю, какие семена есть в наличии, а какие нет. Нужно ждать до осени. Вот эти ждать до осени не нужно. Все, до свидания. Это была дегустация, обзор томата коллекционного, Яша Югославский, номер 372.